Добрый день, дорогие друзья! Андрей Павлович упомянул о том, что в этом году 100 лет с начала НЭПа. Валерий Кизилов будет рассказывать про 50 лет без золота, то есть 50 лет фиатным деньгам. А мне бы выпала честь рассказывать о 150-летии со дня появления австрийской экономической школы. Дело в том, что 20 марта 1871 года вышла из печати книга, которая, по сути дела, перевернула экономическую теорию. Я думаю, что вывела ее из тупика и породила австрийскую экономическую школу. Фактически это действительно уникальное событие в истории экономических идей. И, возможно, не менее значимое, упомянем и о наших друзьях, коллегах и единомышленниках, объективистах, а именно появление Айн Рэнд в истории философии. То есть, по сути дела, мне в своем выступлении хотелось бы рассказать о том, почему, с моей точки зрения, Карл Менгер до сих пор оказывается в известном отношении непонятым и недооцененным даже внутри австрийской экономической школы. И почему прочтение его главной книги является ключом к пониманию не только австрийской школы, но и вообще экономической теории. На всякий случай, если вы не знаете, на русском языке есть перевод этой книги. К сожалению, ее очень тяжело достать в 2005 году. Последний раз эта книга издавалась. Тем не менее, в интернете можно скачать PDF-версию совершенно свободно, потому что эта книга многое меняет в нашем понимании экономики. Достаточно упомянуть тот факт, что один из персонажей, вынесенный на главный слайд, Людвиг фон Мизес, в 1903 году на Рождество прочитал «Основание политической экономии» Карла Менгера и полностью изменил свои взгляды. Он понял, что без экономической теории возможности понять истории отсутствует. До этого он скорее работал в парадигме исторической школы экономики. Итак, в этом году 150 лет австрийской экономической школы. И мне бы хотелось отметить, что, по всей видимости, главная черта всех тех экономистов, которые здесь изображены, хотя можно их по-разному оценивать, это признание фундаментального вклада Карла Менгера, его субъективной теории ценности, его теории рыночного процесса в экономическую теорию. Хаек даже прямо говорит о том, что основной чертой австрийской экономической школы является признание Карла Менгера как основоположника не только этой школы, но и, собственно говоря, фундаментальных идей экономической теории. Но начать свое повествование мне бы хотелось не с Вены, где, собственно говоря, похоронен Карл Менгер, а неожиданно с Смоленского лютеранского кладбища, которое находится в Санкт-Петербурге на Васильевском острове, куда, как вы знаете, Иосиф Бродский мечтал приходить умирать. И, возможно, вы помните это место, оно действительно уже стало элементом массовой культуры, это то, где снимался фильм «Брат». Там есть знаменитая сцена, в чем сила «Брат». Ну, не эта сцена, это написано, собственно говоря, на Смоленском лютеранском кладбище, но там, собственно говоря, происходит одна из сцен в первой части «Брата». Там говорится о том, что сила в правде, как вы помните. Но совсем недалеко от этого места, буквально в 30 метрах, тут даже можно увидеть на фотографии, находится могила Андрея Карловича Шторха, первого профессора политической экономии в России, в Санкт-Петербурге, автора фундаментального курса по политической экономии. Он читал курс лекций по экономике для великой княжны и для князей тоже он читал этот курс лекций. В 1815 году его курс был переведен на французский язык. И я совершенно не случайно упоминаю о Шторхе, потому что, как мне представляется, раз уж мы говорим сегодня о Санкт-Петербурге, Петрограде, Ленинграде и упоминаем о Айн Рэнд, о ее местах, то, наверное, определенный вклад в появление австрийской экономической школы, а именно вклад в написание Менгером труда, внес как раз-таки Шторх. И мне кажется, он смог подтолкнуть юного автора. Менгеру на момент написания книги было всего 30 лет к тому выходу из тупика, который намечался. Дело в том, что, с одной стороны, к 1870 году стало понятно, что трудовая теория ценности, классическая теория ценности является неудовлетворительной, то есть она не может объяснить рыночные явления. С другой стороны, противоположное направление классической политической экономии Смита, Рикарда, дальше Милли и Маркса, а именно историческая школа экономики, вообще отвергала теоретическую науку. То есть, собственно говоря, задача состояла в том, чтобы, с одной стороны, каким-то образом пересмотреть теорию ценности, а с другой стороны, не вылить ребенка вместе с водой. То есть, собственно говоря, не выбросить, как это предлагали историки, все то наследие, которое было у классиков. Андрей Карлович Шторх, что интересно, родился в Риге в 1766 году, и, как я уже сказал, в 1815 году вышла в свет книга «Курс политической экономии». Я очень советую вам ознакомиться с этой книгой, с этой книгой она есть теперь и на русском языке, потому что многие идеи Менгера о деньгах, многие идеи Менгера, особенно по теории ценности, как мне кажется, находятся под влиянием идей Шторха. И если мы будем помещать идеи Менгера в правильный контекст, то мы сможем понять действительную роль того события, которое произошло ровно 150 лет назад. Это не просто маржиналистская революция, а это более глобальный переход от одной парадигмы, как я называю, аллокационной, к другой парадигме, каталактической. Но об этом, собственно, сегодня и скажу. Итак, главный конфликт, который был на момент появления книги Менгера, это конфликт между «классиками» и «историками». Классики, имеется в виду английская политическая экономия, ратовали за абстрактный характер науки и фактически попытались объяснить рыночные явления на основе ненаблюдаемой сущности в виде затрат труда, которые так или иначе должны были объяснять все рыночные явления. Но к моменту маржиналистской революции стало понятно, что классики не справляются со своей фундаментальной задачей. Историки же вообще ее отбрасывают. Вот каким образом в этой ситуации быть? Каким образом, с одной стороны, не отказаться от абстрактности, априорности, универсальности экономической теории, а с другой стороны, отбросить у классиков то, что было ошибочно. И вот 30-летний автор смог, как мне кажется, пройти между Сциллой и Харибтой. С одной стороны, классическая политическая экономия в виде авторов таких, как Юм Смит, Рикардо и Миль пытались все свести к общественно необходимым затратам труда, как это бы уже было у Маркса, ну или просто к теории ценности, не основанной на затратах труда. А Лист, Шмоллер и другие экономисты фактически были убеждены, что не существует отдельной науки под названием экономика, экономическая теория, что все, что мы исследуем, есть исторические факты. То есть в конечном итоге цены, спрос, предложения, универсальные законы – это выдумка английских экономистов. А если Маркс полагал, что буржуазные экономисты выдумали законы экономики для того, чтобы эксплуатировать пролетариат, то историки полагали, что эти универсальные законы были выдуманы англичанами для того, чтобы насаждать везде свой империализм. То есть в этом смысле действительно историки шли все больше и больше в эмпирические исследования. И один из своеобразных исторических анекдотов состоит в том, что один из лидеров этой исторической школы руководил как-то диссертацией, которая была посвящена колебанию цен на шпроты, что-то в этом роде, в Восточном Берлине в 1905 году. И исследователь делает вывод о том, что по всей видимости в результате исследования можно предполагать, что цены на эти товары в 1905 году в Восточном Берлине находились под влиянием гипотетических спроса и предложения. То есть проделана гигантская работа, эмпирическая, а результат не кажется столь важным для науки, как это мыслили историки. В этом смысле, с одной стороны, можно было сдвинуться в сторону исключительно описательности, и тогда мы совсем не понимали бы, о чем идет речь. Мясные консервы, извините. Это были мясные консервы. В 1905 году было очень важно узнать, как же формируются в Восточном Берлине цены на консервы. Сейчас, я думаю, очень многие пишут диссертации, защищают дипломы по тем темам, которые действительно имеют примерно схожую актуальность с вышеназванным исследованием. А с другой стороны, это теоретическое исследование, которое уже оказывается бесплодным именно из-за того, что на основе затрат труда ничего объяснить не получается. И вот здесь я хотел бы процитировать самого Менгера, потому что в основаниях политической экономии, собственно, в той книге, которая перевернула экономическую теорию, есть много цитат из представителей исторической школы. И мне кажется, что хотя австрийская школа совершенно верно рассматривается как противник исторической школы, тем не менее без знания Менгером немецкой литературы было совершенно невозможно найти способ решения вот этого тупика. Он нашел сильную сторону в работах историков, а именно их теорию экономических благ. Здесь я цитирую только Шторха, ну и еще Фулда, собственно говоря, двух представителей экономической мысли до этого. В самой книге Менгера вы можете найти множество цитат из историков, представителей исторической школы, которые, по сути дела, в отличие от классиков, они же пытались отвергнуть абстрактную теорию, но в этом стремлении отвергнуть, они все-таки должны были описать, а что же лежит в основе. То есть сильная сторона историков – это некоторое внимание к деталям, которые абстрактная наука отбрасывает. То есть, иначе говоря, Менгер заменил базовые предпосылки, которые были у классиков, не откажавшись от самого абстрактного метода. Он, благо, уже стал понимать не как то, что создается на основе затрат труда, а как то, что приносит определенную полезность. И вот мы видим с вами, что Менгер, будучи знатоком различных европейских языков, цитирует книгу Шторха на французском языке, это курс по политической экономии, и пишет, приговор, произносимый нашим суждением насчет полезности предметов, делает их благами. И в этом смысле понятие «благо», Менгеровское понятие, полностью субъективистское, показывающее, что рыночные процессы и цены – это не результат сопоставления затрат труда или результат каких-то других издержек производства, а речь идет о последовательной субъективной теории. И дальше Менгер цитирует еще одного автора, который тоже мыслит в таком же направлении. «Благо – всякая вещь, которую человек признает как средство для удовлетворения своих потребностей. Благо – это все то, что признано годным для удовлетворения истинной человеческой потребности». Кстати, это все определение людей, которые стремились, в общем-то, экономическую теорию уничтожить. То есть их задача состояла в том, чтобы сказать, вот там вот Смит и Рикардо пытаются абстрактную теорию рынка описать, а она вообще не нужна, потому что у немцев особый путь, у русских особый путь, у всех свой особый путь, и не надо пытаться фритрейдерство всем набязать. То есть, собственно говоря, в чем был пафос исторической школы, что английская политическая экономия мыслит слишком абстрактно. Она говорит, что все страны, в общем-то, выигрывают по теореме сравнительных преимуществ Рикардо от международной торговли. Такая абстрактная постановка, где сравниваются затраты труда в одной стране, в другой стране, в человека часах, и потом делаются какие-то выводы, их не устраивало. Они хотели все это отбросить в конечном итоге для обоснования протекционизма. Но в процессе борьбы с классиками они вынуждены были разрабатывать теорию, хотя бы в частности, что-то объясняющее. То есть не только цены на мясные консервы в 1905 году, но вообще, а что такое консервы? И почему консервы являются ценностью сейчас и не являются потом? И они чисто эмпирически вынуждены были описывать благо как то, что обладает ценностью для потребителя. Они считали, что они просто тем самым аннигилируют классическую политическую экономию. От нее ничего не остается. Но в действительности они создавали основания для того, чтобы забинить фундамент либерализма. Потому что до этого, и у Миля это особенно прослеживается, мы видим, что трудовая теория ценности рассматривается чуть ли не как символ веры. Сам Миль писал в трактате 1848 году, что в вопросах теории ценности никаких новых открытий быть не может. И единственной теорией, которая корректно описывает рыночный процесс, является теория, основанная на затратах труда. Это вывод либерала Миля, не Маркса. И в этом смысле к концу 19 века стало понятно, что если у вас фундамент трудовой теории ценностей, а надстройка над этим, но не в смысле Маркса, а в смысле логической всей конструкции, либерализм, то между этими вещами будет неизбежно противоречие. Если вы ничего не будете менять, у вас будет вывод либо в сторону социализма, либо в сторону протекционизма. В этом смысле на Менгера, как мы видим, повлиял, по всей видимости, Андрей Карлович Шторх. Я позволю себе процитировать Хаека, который, как мне кажется, очень хорошо понимал положение дел, экономической мысли того периода времени. В Англии экономическая теория находилась в состоянии застоя, по причине как раз-таки отсутствия выхода из трудовой теории ценности. В Германии выросло второе поколение исторических экономистов, которая не только никогда по-настоящему не ознакомилась с существовавшей развитой системой теории, но также приучилась считать любые теоретические спекуляции бесполезными, если не прямо вредными. Интересно, что Менгер действительно был революционером, в хорошем смысле этого слова. И хотя это слово звучит пафосно, иначе как гением, я не могу назвать этого человека, который в 30 лет, по сути дела, смог найти выход из вот этих тупиковых трендов, которые наблюдались и не могли быть решены ни одной уже устоявшейся школой. Мизос об этом говорит прямо. То, что мы сейчас называем австрийской школой экономики, началось с появления книги «Основание политической экономии» Карла Менгера в 1871 году. До конца 1870-х существовал только один представитель австрийской школы – Карл Менгер. Больше не было никого. То есть в этом смысле, когда сейчас люди ратуют на то, что кого-то там мало, надо бы побольше сделать, вот человек на протяжении 10 лет на своих плечах нес создание новой концепции, которая в конечном итоге перевернула экономическую теорию. Как я вижу правильное понимание роли Менгера в не только австрийской экономической школе, но и в истории экономических идей? В своей книге, о которой я сегодня говорил, ретроспектива экономической мысли, я разделяю различные школы и направления, которые были в истории еще от древних греков, на каталактические и аллокационные. Allocation – это дословно распределение, а с греческого каталактика – это, собственно, наука об обмене. И глобально аллокационный взгляд на экономику, или, можно сказать, огрубляя инженерный взгляд на экономику, означает, что мы смотрим на такие явления, как цены, издержки, собственно говоря, обмен, как на внеположные явления. Условно говоря, так же, как мы смотрим на какую-то инженерную конструкцию в виде, например, здания или моста. То есть мы оцениваем правильность, справедливость, несправедливость, эффективность этого процесса. В конечном итоге мы пытаемся улучшить эффективность распределения ресурсов. В этом смысле то, что было до Менгера, а именно труды классиков Смита, Рикарда и Маркса, они показывали, что рынок далеко не всегда обеспечивает правильные рыночные цены. А правильные рыночные цены – это то, что должна дать соответствующая правильная теория. И это означает, что не любая цена, на которую договорились люди, является предметом исследования. А мы всегда подразумеваем, что за ценой, которая складывается на рынке, есть правильная цена, которую знают только правильно обученные экономисты, философы и так далее. То есть у Аквинского, например, у Аквината это была концепция справедливой цены, основанная, скажем, на статусе, а в XIX веке это была теория, основанная на затратах труда. И сам Смит, которого считают классиком либерализму, полагал, что заработная плата далеко не всегда устанавливается в соответствии с законом ценности. И в этом смысле очень важно, чтобы были корректирующие институты, которые устраняли бы разрыв между правильной аллокационной эффективностью и фактической. С одной стороны. А с другой стороны, если мы возьмем с вами то, что обычно считают родственным с идеями Менгера, а именно работы Джеванса и Вальраса, то мы также с вами увидим, что здесь, пускай и в более разбавленном виде, существует представление о равновесных ценах, которые в конечном итоге являются правильными, а рынок может либо их обеспечить, либо не обеспечить. В конечном итоге отличие Менгера и от Вальраса, и от Джеванса, и от классической школы состояло в том, что он рассматривал эту ситуацию как процесс. Каталактически это означает, что акт обмена и его последствия мы рассматриваем не как что-то, сравниваемое с идеалом, а как имманентное самому процессу обмена. То есть из самого обмена и рождаются все явления. В этом смысле у Менгера был вполне конкретный мотив, почему он хотел такую теорию разработать. Дело в том, что он был финансовым журналистом, он анализировал цены, которые складывались на рынке, и он как-то заявил своему последователю, Фридриху фон Визеру, что когда он писал обзоры для официальной венской газеты, он понял, что совершенно бесполезно для объяснения того, что происходит на рынке, на рынке зерна, на рынке акций, на любом другом рынке, теория ценности основана на затратах труда. Именно это толкнуло его на разработку иной теории цен и иной теории рыночного процесса. В этом смысле, я думаю, что более правильный взгляд на то, как изменилась экономическая теория после выхода в свет книги Менгера, это не то, что трудовая теория ценности была заменена теорией предельной полезности. Это правда, но не вся. Дело в том, что сама трудовая теория ценности, которая в политике приводила либо к социализму, либо к интервенционизму, то есть, с одной стороны, социализм, как проект Маркса и его последователей, замена рыночной анархии, централизованно планируемой экономикой, а с другой стороны, интервенционистский план исторической школы, которая за счет протекционизма и других мер пыталась тоже устранить разрыв между вот этими правильными ценами, правильным объемом производства и фактически. То есть, когда мы, скажем, анализируем рынок с каталактической точки зрения, мы понимаем этот процесс не как правильный или неправильный, хороший или нехороший, этичный или неэтичный. Вот если вы откроете человеческую деятельность Людвига фон Мизеса, вы найдете высказывание о том, что экономическая теория является самой молодой наукой. Это парадоксальная фраза. И он объясняет почему. Что многие науки, которые существенно изменились в новое время, все-таки имели свой предмет до этого. И физика, и химия, и так далее. А открытие спонтанного порядка, который никем сознательно не формулируется, и не утверждается. Это заслуга экономической теории. И в этом смысле действительно ей всего 150 лет, если отчитывать от Карла Менгера. Но с другой стороны, мы видим с вами, что теория предельной полезности обычно связывается с тремя школами. Лозаннская школа, теория общего равновесия, теория частичного равновесия. Вначале это, собственно говоря, Джеванс, а потом и Маршалл, Кембриджская школа. И, собственно говоря, австрийская школа, которую еще называют Causal Realistic Approach. То есть направление, отталкивающееся от, в отличие от теории общего равновесия, от реалистичных предпосылок, и рассматривающую экономику именно как процесс. И в результате деятельности этого процесса у нас складываются все явления. Вот эта схема с двумя индивидами, которые вступают в добровольный обмен, показывает условия, например, обмена. Менгер показывает, что человеческая деятельность определяется нашими субъективными предпочтениями. То есть тем, что в голове у каждого индивида находится на более высоком месте по сравнению с другими альтернативами. Эти ценности не являются измеримыми, и мы не можем их сопоставить с другими людьми. Вот эти важные описательные свойства противоположны подходу, который предлагают, например, представители теории общего равновесия, уже приписывая, например, неизменность наших предпочтений и прочие-прочие черты, которые характерны для так называемого homo economicus. Здесь мы исследуем homo agents. В результате этого обмена возникает взаимный выигрыш, то есть предельная полезность или предельный выигрыш оказывается больше издержек. Из этих обменов, в данном случае это обмен двух индивидов, рождается цена в условиях изолированного обмена, а дальше мы применяем этот абстрактный метод, основанный на принципе субъективизма, к обмену, когда у нас несколько людей, когда у нас много людей, когда у нас появляется посредник, когда появляется потребность в деньгах, то есть по сути дела в универсальном средстве обмена, появляются все остальные категории экономической теории, такие как временное предпочтение, капитал и собственно говоря, все остальное, что описывает рыночную экономику. То есть иначе говоря, отталкиваясь от того, что предпочтения всегда субъективны, они существуют только в голове и не являются измеримыми, мы объясняем не только деятельность человека, но и взаимодействие с другими людьми, не только с одним индивидом, но и с множеством людей. И на основе этого формируем последовательную теорию экономического процесса, где у нас нету субъекта, который, как вот этот индивид с дубиной, смотрел бы на рыночный процесс и лучше самих индивидов знал о том, какие цены являются правильными, какой обмен возможен, а какой обмен невозможен, что людям можно делать, а что людям делать нельзя. Вот вы видите этого институционального агрессора с большой головой, потому что обычно этого индивида окружают интеллектуалы, а с другой стороны с дубиной, которая идет в ход всякий раз, когда интеллектуалы объясняют, что реальные цены, которые есть на рынке, реальные обмены, вообще реальные люди, они несовершенны. Поэтому каждый должен лечь на прокрустого лужа, в лужу в результате, и его либо укорачивают, либо удлиняют вот эти люди с большой головой и, наверное, большим сердцем. В общем-то, уже Менгер показал, что эти проблемы не получается решить на основе последовательной каталактической парадигмы. Вообще считается, что Менгер только-только заложил основы, а вот все теории, связанные с интервенционизмом, социализмом, с деньгами, это уже последователи. На самом деле, если детально и внимательно прочитать два главных труда Менгера, то мы увидим, что у него есть и теория капитала, и теория процента, и теория временного предпочтения, ну, по крайней мере, есть в таком имплицитном, неявном виде. Но в дальнейшем австрийская экономическая школа сформулировала такой подход локационный, то есть смотреть на обмен со стороны. Видите, а локационный парадигма, это значит, что вы смотрите на обмен не изнутри, а извне. Потому что если вы смотрите изнутри, вы понимаете, что ценности субъективны, у вас нет возможности судить о том, какие ценности являются правильными, а какие ценности являются неправильными в рыночном обмене. Последовательная каталогическая парадигма вас уводит от этого. И в этом смысле, действительно, что сделал Менгер? Он смог показать, что трудовая теория ценности, которая несовместима с либерализмом, может быть и должна быть заменена субъективизмом австрийской школы и теорией предельной полезности. Вот я уже сегодня цитировал Хайка, но думаю, что сейчас очень важно эту мысль повторить. Общим для всех членов австрийской школы, тем, что составляет ее своеобразие и лежит в основе последующих разработок, является принятие учения Карла Менгера. Шумпетер, которого лишь отчасти можно счесть последователям австрийской школы, также уделял особое внимание заслуги Менгера, вот что он писал в 1926 году, когда уже были работы и Вальраса, и Джеванс. Интересно, что обычно считается, что Шумпетер ставил выше всего именно работу Вальраса элементы чисто политической экономии. Он сравнивал эту работу с достижениями теоретической физики. Но вот удивительно, что в 1926 году, то есть когда уже все эти работы вышли, он писал следующее, Менгер сделал то, что никто не смог сделать до него. Теория ценности, цены распределения Менгера – это лучшее, повторяю, лучшее, что мы имеем на данный момент в экономической теории. То есть в этом смысле даже те, кто не были последовательными австрийцами, признавали гигантскую роль Менгера. Хаек обозначал свою позицию по поводу этого трактата следующим образом. Это тоже книга существенно на него повлияла, так же, как и на Мизеса. Подробное рассмотрение этого трактата может быть оправдано выдающимся положением этой работы среди публикаций Менгера, а по сути и среди всех работ, заложивших основы современной экономической науки. Поэтому я думаю, что если человек хочет ознакомиться с экономической теорией, то он гораздо больше найдет в одном томе Карла Менгера, чем в дюжине учебников по экономической теории. Это я немножко перефразирую знаменитое высказывание Василия Леонтьева, когда он сказал, что в трех томах «Капитала Маркса» современный читатель может найти больше информации о том, как работает капитализм, чем в дюжине учебников «Экономикс» и, посмею сказать, в собрании сочетания Торстейна Веблена. Так говорил Василий Леонтьев по поводу Маркса. Я лишь здесь в параллели хотел увидеть, что, мне кажется, значение Менгера для экономической теории в этом смысле тоже очень высоко. То есть это выше, чем то, что мы можем найти в довольно путанных теориях. Потому что в реальности, если мы посмотрим с вами на содержание большинства курсов экономики, то это будет довольно противоречивая смесь между аллокационной и каталактической парадигмами. То есть, с одной стороны, предполагается, что рынок иногда работает, а иногда не работает. И вот когда он работает, а когда не работает, мы решаем на основе внеположного субъекта, который каким-то образом знает объективно правильные цены. Либо на основе трудовой теории ценности, либо на основе общего равновесия. И говорит о том, что, ну вот смотрите, теория общего равновесия говорит нам, какие должны быть цены. А рынок, он что? Он требует времени. Он происходит во времени, следовательно, это временные издержки. Вот может быть кто-то из вас смотрел дебаты Кагарлицкого и Капелюшникова, сегодня у нас Капелюшников будет присутствовать. И вот там был спор по поводу олова, кажется, и алюминия цены, которые меняются на рынке, а сторонник централизованного планирования говорит, ну вот смотрите, они цены меняются, одни подстраиваются под более высокие цены, другие меняют предложения. А ведь если все это заранее предсказать, то зачем тратить это время? То есть рынок – это процесс адаптации во времени к нашим предпочтениям. А если мы имеем некую внеположную, правильную модель того, как должна работать экономика, то все проблемы сводятся не к тому, чтобы понять, как работает рынок, а его сделать таким, как мы хотим. Вот мой личный опыт преподавания как-то экономической теории специалистам в точных науках, немного обескураживает иногда, потому что они, например, могут задать такой вопрос. Ну смотрите, у людей так много вариантов выбора благ. Зачем? Ведь если бы стандартизировано наштамповать определенное количество благ, которые будут считаться благами, то, собственно, это можно произвести с меньшими издержками. У вас есть задача на оптимум. Когда у вас есть заданные цели, когда у вас есть заданные средства, все, дальше мы понятно, как решаем этот процесс. Зачем такие сложные институты, как банковская система, капитал, обмен, в конце концов, свобода выбора. Все было бы гораздо проще, если бы у людей не было свободы. Как говорил Кейнс, моя теория идеально подходит для общества тоталитарного. Он сам говорил о том, что его теория именно в таких условиях лучше работает. Вот в этом смысле другой подход каталактически означает о том, что мы не пытаемся ставить себя над процессом стихийного обмена. Мы пытаемся изнутри его понять, каталактически. В этом смысле у Менгера действительно это, как мне кажется, получилось. Виксель, представитель шведской школы, также признавал большое значение начал, основание политической экономии и сравнивал эту книгу исключительно с работой Давида Рикарда 1817 года. Я думаю, что если попытаться описать этот процесс во времени, то одна из идей моего выступления состоит в том, что вот это разграничение на аллокационную каталактическую парадигму и особая роль Менгера – это фактически то, что позволило экономической теории выйти из тупика. Естественно, это скорее в первом приближении описание того, что мы видим в истории экономических идей. Но если отложить по COY sound economics, то есть как бы корректную экономическую теорию, то думаю, что к 1890 году, то есть, собственно говоря, к тому моменту, когда была создана австрийская экономическая школа, уже когда идеи Менгера были приняты и Бембаварком, и в дальнейшем Мизесом развиты, взлет пошел наверх. В то время как остальные школы и направления вынуждены были либо смешивать противоречивые элементы теории, либо идти вот последовательно влево. То есть в этом смысле, если мы посмотрим на современные учебники микро- и макроэкономики, то они строятся примерно следующим образом. Начинается все с идеи о том, что рынок – это прекрасный механизм, который сам себя регулирует, а заканчивается все высказыванием о том, что на самом деле он не может себя регулировать без активной роли государства, антициклической политики, прогрессивных налогов, общественных благ, корректировки внешних эффектов и устранение транзакционных издержек. Но если все это попытаться реализовать, то вполне возможно, что такая модель экономики будет означать 100% долю государства в экономике. То есть в этом смысле все начинается со здравия свободного рынка, а заканчивается за упокой. Думаю, что здесь есть определенные противоречия в взглядах. И в этом смысле, конечно же, у Менгера был особый подход к теории ценности. Если Джеванс и Валерас полагали, что ценность или полезность измерима в ютилях или каким-то иным образом, то у Менгера не было попытки что-то измерить. Вот я позволю себе один спойлер. У меня есть курс «12 правил экономики». Первое правило экономики – никогда не пытайтесь измерить ценности. И вот если вы это первое правило применяете, вы гигантское количество ложных ветвей в экономической теории просто обрубаете. Вот я думаю, что с этого все начинается. Если вы пытаетесь измерить ценность, то отсюда рождается либо трудовая теория ценностей, либо теория общественных благ в конечном итоге и так далее. Если вы этого не пытаетесь делать, не пытаетесь измерить ценность, счастье ваше присутствовать на конференции или счастье ваше отмороженного, или счастье от влюбленности, то вы просто пытаетесь понять, как из факта деятельности логически рождаются все остальные явления, которые нас окружают. То есть вы не страдаете той самой пагубной самонадеянностью, о которой говорил Хаек. Собственно, сколько у меня времени еще осталось, а то Александр убежал. У нас, по-моему, в 12.40 заканчивается. Ну, я где-то еще, наверное, 5 минут доклада, потому что ждал от Александра, когда он покажет. Так вот, мне кажется, что если детально исследовать трактат Менгера, то выяснится, что то, что обычно приписывают уже Хаеку, Мизусу и современным австрийцам, в явном или неявном виде содержится у Менгера. Принцип временного предпочтения, критика сциентизма, социализма и так далее. В частности, его подход с точки зрения каузальной теории, все явления, начиная свой трактат Менгер, подчинены закону причины и следствия. Это великий принцип, не имеет исключения, и было бы напрасно искать в пределах, доступных нашему опыту, чего-либо противоречащего ему. Как известно, теория общего равновесия, общая теория равновесия в конечном итоге анализирует функциональные зависимости, а не каузальные. Кроме того, для Менгера характерен методологический индивидуализм, что является, можно сказать, визитной карточкой австрийской экономической школы. Задача свести сложные явления человеческого хозяйства к их простейшим элементам, и уже из этих элементов конструировать корректную теорию. Что значит цифра плюс 10? Это кто-то 10 лайков? А, 10... 5 минут еще, окей. Тогда я позволю себе некоторые высказывания Менгера по тем темам, которые были как бы за пределами обычно его внимания, ну или, по крайней мере, так считается. В частности, о роли государства. Есть высказывания, в частности, Владимир Золотарев его не раз озвучивал, что первое поколение австрийцев, они, в принципе, не понимали, зачем обосновывать необходимость рынка и капитализма. То есть, грубо говоря, они понимали процесс рыночной экономики как вполне естественный, как законы логики. Но в действительности, конечно же, когда жил Менгер, государство уже, особенно в немецкоязычных странах, активно вмешивалось в экономику. Собственно, это было задолго до этого. И в этом смысле интересно, что когда были опубликованы записи кронпринца Рудольфа о том, какую роль Карл Менгер уделяет государству, то Адам Смит, который обычно считается представителем теории ЛСФР, оказывается гораздо большим сторонником государства, чем Менгер. И, в частности, это касается вопроса денег. У Менгера, по сути дела, содержится та идея, которую в 70-е годы XX века развивал Хаек, а именно идея частных денег. Причем он полагал, что сама идея безгосударственных денег является настолько революционной, что многие сочтут ее странной. Понятно, что в книге «Частные деньги» у Хаек была задача отличная от того, о чем писал Менгер в конце XIX века. Но общее здесь то, что уже в конце XIX века было понятно, что деньги – это явление чисто рыночное. В то время как к моменту написания книги Хаека это было совершенно уже неочевидно даже для самого Хаека. Ему приходилось для самого себя обосновывать, почему все-таки и это можно теоретически хотя бы в идеале рассмотреть как что-то, не находящееся под контролем государства. Вот мне кажется, это высказывание очень хорошо показывает, если угодно, дальновидность Менгера. У Менгера в самом начале теории благ говорится о том, что блага являются субъективными. Причем народы, у которых господствует воображаемое так называемое благо, являются достаточно бедными. Причем он перечисляет, что это за воображаемые блага. В частности, это различного рода зелья, различного рода амулеты. Если жители этого племени полагают, что эти амулеты и зелья решают все их проблемы, то здесь происходит замена реальных благ, экономических благ благами, мнимыми и воображаемыми. То есть вот это знаменитое противопоставление борьбы холодильника и телевизора, оно в известном отношении подтверждается высказыванием Менгера. У тех народов, которые наиболее бедны действительными благами, количество так называемых воображаемых благ наиболее велико. Действительно, если судить по тому, что показывает нам телевизор и официальные источники, мы являемся потребителем гигантского количества этих самых воображаемых благ. Один из слушателей курса «12 правил экономики», а я даю им читать и Менгера, и Бастиа, на мое задание ответил, как мне кажется, очень остроумно. Я попросил прочитать с Бастиа о государстве, где, как известно, Бастиа говорит о том, что государство – это фикция, где одни люди пытаются жить за счет других. И я спросил, зная, что люди уже к этому моменту должны были прочитать Бастиа, можно ли считать, пользуясь этим высказыванием Менгера, что государство является своеобразным воображаемым благом? На что мой слушатель, как мне кажется, остроумно ответил, ни в коем случае, это невообразимое зло. В этом смысле я полагаю, что действительно, если копать глубже, то Менгер окажется гораздо более глубоким экономистом с идеями временного предпочтения и так далее. И в этом смысле завершить свой доклад я хотел бы объяснением того, почему все то, о чем я говорил и о чем писал Менгер, имеет большое значение. Мне кажется, что сам об этом хорошо сказал основоположник австрийской школы. Стремиться к исследованию основ нашей науки, экономической теории, значит посвятить свои силы разрешению задач, стоящей в тесном соотношении с благосостоянием человечества. То есть, когда мы лучше понимаем с вами законы экономики, когда мы изменяем наш образ мышления, то мы толкаем вверх экономический прогресс благосостояния. Справа мы видим с вами знаменитую клюшку Маклоски, а слева это мое такое схематическое изображение нашего сознания, которое может изменяться под влиянием правильных идей. Спасибо за внимание. Вопросы? Я первый увидел там, потом вы, и здесь я кого-то видел. Меня зовут Павел Валерьевич. Спасибо большое за лекцию. Вопрос следующий. Чем идеи Бастиа отличаются от идеи австрийской экономической школы? Потому что, как я понимаю, его причисляют к французской экономической школе. Если хотите развернуто, то это можно найти в книге ретроспективы экономической мысли, которые продаются здесь, или в курсе лекции, которые есть в свободном доступе. Если кратко, то Бастиа умер в 1850 году, когда даже либеральный экономист вынужден был пользоваться тем интеллектуальным инструментарием, который считался общепризнанным, а именно трудовой теорией ценности. Не совершилась еще маржиналистская революция, практически не было возможности узнать о субъективной теории ценности, за редкими исключениями. Поэтому я отношу Бастиа к великолепному представителю французской либеральной традиции, которую можно отчитывать от Кантильона. Там есть такие экономисты, как Кантильяк, Сей, Бастиа, Малинари, один из первых анархокапиталистов. Но если говорить именно о самом Бастиа, особенно это видно по его книге «Экономические гармонии», он с трудом умудряется, с одной стороны, проводить некоторую либеральную идею относительно рынка, а с другой стороны, постоянно путается в понятиях полезность, ценность, издержки. То есть ему в конечном итоге не давала развернуться господствующая теория Смита и Рикарда. Она тогда считалась просто догмой. Меня зовут Дмитрий. Павел, вы в начале лекции сказали о том, что Карл Менгер был таким очень фундаментальным человеком в этой истории. Как так вышло, на ваш взгляд, что он был недооценен в свое время, не понят, и был ли он в свое время такой отщепенец? Ну, я, может быть, его изобразил как человека, который вначале находился практически в одиночестве, но к концу XIX века он мог сказать, что он создал одно из наиболее мощных движений интеллектуальных. Чтобы вы понимали, к концу XIX века левый ты или правый, представитель какой школы ты стремишься попасть на семинар Бембаврка. Туда едут такие экономисты, как Бухарин, как Виксель тот же самый, мейнстримщики того времени. То есть, иначе говоря, Вена становится одним из, а может быть, даже главным интеллектуальным центром по экономической теории конца XIX, начала XX веков. А Бембаврк министром финансов, который вводит золотой стандарт. Представьте себе журналист 30-летний, у которого нет даже ставки профессора, публикует свой труд, который формирует комьюнити. И буквально через 10-20 лет самые известные его последователи становятся проводниками экономической политики Австро-Венгрии. То есть, в этом смысле я лишь хотел акцентировать смелость его выпада в момент написания книги. В дальнейшем он вряд ли может быть назван маргиналом. Хотя надо понять, что когда Менгер опубликовал две свои книги, он, по сути дела, замолчал. Жил он долго и дожил до 20-х годов следующего века, 20-го. А главные его книги были написаны в 1871-1883. То есть, он 40 лет практически ничего не писал. И Мизес, который его хорошо знал, описывает такую меланхолическую и пессимистическую концепцию жизненную, которая сложилась у Менгера о том, что грядет страшная катастрофа, и мы не можем ее никоим образом остановить или предвосхитить. Поэтому какого-то гигантского количества усилий, которые прилагали его ученики, он уже не считал необходимым делать. Вот был у него такой пессимизм. Мизес в этом смысле был иного взгляда. Павел, мой вопрос связан с нашей с тобой традиционной дискуссией о роли идей в развитии общества. Вот представим себе такую ситуацию, что ученик Менгера, кронпринц Рудольф, не умер бы в молодом возрасте. Да-да, он покончил жизнь самоубийством от несчастной любви. То есть, это чистый случай. Вероятность такого события в жизни обычного человека крайне мала. Даже от несчастной любви все-таки обычно люди не кончают самоубийством. Тем более, если ты кронпринц, и в жизни у тебя много чего еще может быть. Ну вот. А император, допустим, не прожил бы такую долгую жизнь, почти практически до Первой мировой войны, и скончался бы раньше. И вот где-нибудь, допустим, в начале XX века на трон сходит император Рудольф с идеями Карла Менгера. Вот как изменилась бы, если вообще изменилась с твоей точки зрения, жизнь империи? Да, я думаю, что она бы изменилась в лучшую сторону, если кратко. Но это все вопрос иносказательности истории. Как известно, история не терпит сослагательного наклонения. Но, опять же, если мы предполагаем, что он не покончил жизнь самоубийством, мы предполагаем, что он пришел к власти, а при этом его отец, который правил 50 с лишним лет, жил бы поменьше. То есть, вот при всех этих наших фантазиях, почему бы не пофантазировать о том, что все было бы хорошо? Ну, то есть, на фантазию, на фантазию. Ну, как бы, так как предпосылки нереалистичны с самого начала, это как Толстой пишет о том, что можно ли было бы, или вообще какой силой надо было бы выстрелить по яйцу, если бы слоны размножались как птицы. То есть, вот спорить о том, с какой силой нужно было бы выстрелить по яйцу для того, чтобы разбить его, при том, что слоны бы таким образом размножались, ну, это такой вот абсолютно условный вариант. Поэтому я думаю, что в любом случае было бы лучше, если бы он это действительно сделал. Но это уже происходило, я уже упомянул о том, что Бем Баврак был министром финансов и без этого. А, Павел, да, спасибо за выступление. Хотел сказать, хотел уточнить вот что. С твоей точки зрения, вообще, какие основания внутри субъективной традиции могут быть для того, чтобы различать действительные и воображаемые блага? Почему зелье и амулет или телевизор не являются благом? Ну да, здесь требуется, конечно, уже объяснить, у меня нет с собой сейчас кликера, а нет, есть, его теорию развития цивилизации, может быть, вот так. То есть, иначе говоря, мы знаем с тобой, что экономическая теория, это четко сформулировал Мизес, это теория о создании материальных благ. То есть, в этом смысле противопоставление благ, воображаемых материальным, имеется между тем, как мы ресурсы направляем на то, что создает количество материальных благ, и на то, что, собственно говоря, их исключительно потребляет. То самое временное предпочтение, которое связывает нас с будущим, если мы вместо того, чтобы зелье, условно говоря, покупать, которое не может нам помочь, а лишь воображение наше будоражит, направляем эти ресурсы на, собственно говоря, изобретение реального лекарства, то это с точки зрения временного предпочтения будет обеспечивать нам гораздо большее благосостояние материальное в будущем. То есть, в этом смысле у Менгера здесь не сколько попытка сказать, что есть воображаемые блага, которые нужно запретить, сколько объяснений того, что блага действительно по-разному связываются в причинно-следственную связь. Есть те, которые увеличивают наше благосостояние, есть те, что не увеличивают это благосостояние, а основание для этого содержится, собственно, вот в той теории, которую я описал, из акта обмена. Если люди обмениваются добровольно, то, собственно говоря, каждый из этого выигрывает. Они, естественно, могут покупать и зелье, но они просто тем самым сокращают свое благосостояние. То есть, это эмпирический факт, вне зависимости от того, что, собственно говоря, люди думают об этом. То есть, материальных благ оказывается меньше, если люди тратят ресурсы на зелье, а не на что-то другое. Ну, я думаю, так примерно. Хотя теория воображаемых благ здесь, Вадим, проявляет глубокомысленность, она действительно оспаривалась в дальнейшем представителями австрийской экономической школы. Но если сейчас полемику не начинать, я все-таки думаю, что есть здоровое зерно в таком разграничении, скажем так. Спасибо.